Алло, Василий Ярославович, ну всё, машину получил, зарегистрировал, сейчас застрахую, и можно выезжать. Я, конечно, понимаю, что машина очень дорогая, если что-то случится, буду работать на вас всю жизнь, понимаю. Но я ведь профессионал, буду ехать медленно и осторожно. Ну всё, на связи. Осторожно! Чёрт! Надеюсь, это по меньшей мере Мазератти или Бентли. Я, Абас, Абас, Абас. Странно, что только это. Абасфальт ударился. Так, представляете, тормоза отказали. Хорошо, что машинка эта была, помогла мне остановиться. Опять ты? Да за что мне всё это? В смысле? Это всё не вам. Это другим людям еда. Ну ладно, в качестве компенсации дам вам пирожок. Пирожок? Ты на хрена меня врезался? Не мог объехать, что ли? А я хотел дедушку объехать. Да лучше бы ты его сбил, этого деда. Так а он меня и сбил. Гад ты такой. Педаль тебе в зад. Цепь тебе на воротник. Звоночек тебе в позвоночник. Спицы тебе в поясницу. Понял? Гад такой. Тормоза тебе в глаза. Ух ты, катафот тебе в рот. Ух ты. Гад такой, а. Я даже, я даже боюсь смотреть, что у меня там. Да там есть, конечно, незначительные повреждения. Но, поверьте, велосипед гораздо больше пострадал. Твою мать, Господи, что это? Что-то бампера нет практически. Ну что это такое? Ну как это нужно? Я прошу прощения, вы ещё долго будете с автомобилем разговаривать? Просто мне ехать надо, доставку развозить. Если опоздаю, будет штраф. Штраф? У тебя завтра похороны будут, понял? Похороны? Мы ещё не принимали заказы на похороны. Сколько человек будет? Что кушать будете? Будет ли сам виновник? Слушай, ты придурок. Ты знаешь, сколько стоит эта машина? Это? Да. Ну, тысяч тридцать. Тысяч тридцать? Вот эта вмять, она стоит тридцать тысяч. А машина стоит триста. Триста тысяч. Это новая, а ваша уже битая. Так. Что же мне с тобой делать? Бабки есть? Конечно. Сколько? Гривен пять. Что ты врёшь? Вы же доставка, весь карантин работали. Что, не накопил, что ли? Да я в конце карантина только устроился. И если вот вторая волна будет, я вам быстро отдам бабки. Сплюнь, придурок. Куда ты плюёшь? Что же мне с тобой делать, господи? Что же мне кажется, я тебя наказать посильнее, да? Ну ладно, можете мне в приложение единицу поставить. Где вас только набирают? Служба доставки комета. Нас там много таких. Алё. Да, Василий Славович. Нет, ещё не доехал. Тут у меня какой-то космонавт в наркомете въехал. Я? Нет, я трезвый. Да я сам во всём разберусь. Ну всё, на связи. Что же мне с тобой делать-то, а? Ну можете в полицию меня сдать. Нет, так легко ты от меня не отделаешься. Паспорт с собой? Да. Сейчас поедем в банк, будем на тебя кредит брать. А это вряд ли у вас получится. Что? Я в банке в чёрном списке. Да, я взял уже один кредит и не расплатился. Что за кредит? Квартира, дом? Велосипед. Да, понимаете, ну вот вы так переживаете, а велик, смотрите, как пострадал вот. Поганец. С какой же ты скоростью ехал, что у тебя аж седло оторвало, а? Не, это у меня украли давно, я уже месяца два так езжу. Тебя судьба ещё до меня наказала, выходит. Слушайте, я придумал. А давайте я вам буду еду бесплатно привозить. Ну, за саму еду вы, конечно, будете платить, а доставочка бесплатна. Так я вам долг и отоблю. Лет 300 будешь возить? Ну если с чаевыми за 250 справимся. Но мне же для этого велик нужен. Одолжите мне на велосипед, а? Придурок! Чёрт! Почему ты мне его в третий раз подкидываешь? Ну вот вы изрядок нервничаете. Во всём нужно искать. ПО-ЗИ-ТИВ. Ну что здесь позитивного? Ну разве что, чтобы подушка не выстрелила. Ну вот видите, уже что-то хорошее. Конечно. И позитивное. Вы давайте ищите тут что-то ещё позитивное. А я пока пойду. Хорошо? Куда собрался? Брррррр! А-а-а! А-а-а! Подушка ещё выстрелила! Вот видите, о плохом подумали сразу, что негатив. Я тебя здесь сейчас закопаю, понял? Да чего вы мне всё время угрожаете? Я сейчас напишу в час наших доставщиков. И ребята приедут и... Как врежутся мне в задний бампер все на велосипедах, да? Сейчас, сейчас. Где эти воины света с оранжевыми рюкзаками? Где эти бойцы со зрением плюс четыре на оба глаза? Давай, вызывай сюда эту банду просто-напросто ожерелых диванных войск. Посмотрим на них. Ну где? Меня из чата удалили. Спасибо, спасибо вам за единицу. Я... Сейчас ещё в должности... Они идут. Я столько к этой должности шёл. В каком смысле? В прямом. Я раньше два месяца рюкзак пешком носил. Велик только выдали. Тут ваша машина эта грёбанная. Ничего. Скоро будешь за границей. Правда, вы чего меня за границу отправите работать? Ага, да, отправлю сейчас. А в какую страну? В разные. Тебя в разных мешках развезут. Алё? Так что, извините. Я просто два раза в авариях уже участвовал. Так, 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 так. Страховка у тебя есть? А, есть. Но Антамах на самый крайний случай. О! Меня это как раз устраивает. Это как раз то, что надо. Это как раз сейчас. Давай, последнее желание. Я очень писать хочу. Можно я схожу, а? Куда собрался? Ты что, смотаться хочешь, что ли? Ну ладно, я тут аккуратненько на колесо тогда. Ты что, охренел, что ли? Мало того, что ты сделал, ещё и обоссать машину хочешь. Подождите, у меня ещё есть ценный шлем. Да ты что. Да, его можно это... Вот он. Забудь. Говори последние слова. Спасибо, что выбрали нашу доставку. Что это за хрень? Это последние слова. Она в нас учат так. Спасибо, что выбрали нашу доставку. Господи, ну почему ты меня наказываешь? Почему ты мне его прислал? Не, Господи, не мог меня прислать. Я атеист. Серьёзно. Да я даже и грех на душу не возьму. Отче наш, и грех на небеснях, даже сица имя твоя. Ты что, мне ещё бак пробил, что ли? Это из меня вытекло. Ну всё, сейчас я тебя обоссавшегося и уделаю. Подождите. О, полиция едет. Извините. А можно я не буду писать в протоколе, что я в вас врезался? Я ещё за два приуса не рассчитался. Так, на некрологе напишешь. Иди сюда. Извините, а у вас нет родственников в Крыжопле? Есть. У меня там тётушка твою родная. Женька, Ложков. Артур. Троюродный брат. Слышь, Ложковая, в багажник оба валите быстро. Подарок вас подарю Василию Ярославовичу. Не надо. Ой, ой. Один из наших отозвался. Всё, капец вам. Капец вам. Женя, Женя, Женя. Что стало? Женя, что такое? Что, проблемы? Вот, наехал. Василий Ярославович, вы что, в доставке работаете? А ты думаешь, как я на машину заробил? Вот так вот на доставке весь карантин не пропрацевал. А теперь ты будешь на меня всё життя працювати. На. Добро пожаловать, коллега. Ау! Я дома. Фу, с чем это у нас воняет? Неужели она опять своё фирменное блюдо готовит? Ну, так. Эх. Эх. О, вот всем воняет-то, господи. Яна! Да, зайка, что случилось? Кто? Мне надзюрил в тапки. Ну, не я. Да, понятно, что не ты. Где это чудовище? Где эта четырёхлапая скотина? Где этот самоубийца? Саш, ты чего сразу самоубийца? Потому что я его сейчас убивать буду. Ну, Саш, ну когда я делаю что-то не так, ты же меня не убиваешь. Потому что ты правильно извиняться умеешь. А это... Так, Буцепал! Да ну иди сюда! Смерть твоя пришла! Это кто? А это к Буцеку. Нет, я когда про смерть говорил, я типа пошутил. Проходите. Добрый день. Я Надежда, профессиональный зоопсихолог. Он что, к нам баб уже водит? Ах, хороший, хороший, такой хороший. Вам не кажется, что пора стричься? Так, а где клиент? Ну, это, видимо, я. Вы Буцепал? А, нет! Он там! Проходите. Проходите. Саша, это собачий психолог. Капец! Ты бы ещё собачьего логопеда сюда пригласила. Вдруг у нас Буцек, когда гавкает букву Р, не выговаривает. Ты уже это заметил? Я просто думала, что, может быть, мне показалось. Я такой вот гав, гав. Я прикалываюсь. Слушай, ну пойми, что собака, это то же самое, что и ребёнок, и в него нужно вкладывать и деньги, и внимание. Какой смысл? Оно, когда вырастет, в старости тебе даже стакан воды не подаст. Ну, максимум тут она дзюрит. Сколько она стоит? Сеанс стоит полторы тысячи. Полторы тысячи, ты что смеёшься? Да, блин, за три сеанса можно нового буцефала, который не писяет вообще купить. Давайте знакомиться. Меня зовут Яна, а это мой муж Сашка. Да, фу. Я бы хотела побольше узнать про буцефала. Ну да. Итак, какой он породы? Фух, наглой, противной, мерзкой породы он. Он померанский шпиц. Да скотина он необразованная. Саша. Так, расскажите, что делает из перечистенного? Кортит вещи, исправляет нужду дома, проявляет непослушание. Вы знаете, прям вот всё делает, вот прям всё, особенно когда пиво напьётся. То, собака? Ага, вы про буццик? Я думала просто про Сашку. Нет, буццик у нас хороший мальчик. Сколько лет? 35. Милочка, ну собаки столько не живут. А, вы про буццик? Я думала про Сашку. Буцику два годика. Вот, два годика. Два годика пожил и хватит. Всё, я его убивать иду. И вообще, я вам скажу, что он жив, на самом деле, только потому, что он меня на карантине спас. Вы с ним гуляли? Я с ним бухал. Ну, точнее, донюхивал им. Всё. Гад такой. Смерть твоя пришла. Всё, я пойду из него шапку сделаю. Фу, стоять. Сюда, 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 сюда. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Присаживайтесь. Вот что вы меня трогаете? Идите вон, берите буццико, ложите его на кушетку. Пусть он вам гавкает о вашей, этой своей жизни. Что вы делаете? Понимаете, когда проблема заключается не в животном, а в его хозяине. В его отношении к собаке. Тогда психолог работает с его хозяином. Подождите. То есть, он меня надзюрил, а я ещё в этом виноват, что ли? Али. Нужно смотреть глубже, в корень проблемы. Не буду я ему в корень смотреть, вы чего? Ну поймите, собака справила нужду в тапке не просто так. Правильно, потому что ему жить уже надоело так. Вы опять всё не так поняли. Поймите, это могут быть разные причины, проблемы в детстве, страх одиночества. А может быть, таким образом он привлекал ваше внимание, заигрывал с вами. А-а-а, слышь, Янка, надо было не дарить тебе ни шубы, ни айфоны. Надо было тебя навалить в сапоги, и всё, ты моя. Как вы считаете, он у вас послушный? Ой, вы знаете, он у меня не послушный. Он постоянно вот эти вот носки разбрасывает, стульчак не пускает, вечно своё пиво гьёт. Да ты, яна, сейчас опять про собаку спрашивали. А, собака нет, собака идеальная. Да, он у нас специалист по тапкам. Понимаете, таким образом он хочет показать свою территорию. Так. Тогда вы должны дать ему понять, что хозяин здесь вы. Всё, понял. Когда я могу это сделать? Можете прямо сейчас, пожалуйста. Отлично. Вы куда? Пойду ему на место, на его надзюре. Так, сюда, ко мне. Ко мне сюда, 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 сюда. Вы опять всё не так поняли. Собаке нужно проявлять заботу и уважение, тогда она начнёт тоже уважать вас и почувствовать, что вы вожак. Скажите, а вы только по собакам специалисты или с другими животными тоже работаете? Да, а что? Тут к нам раз в неделю змея одна приезжает. Я бы хотел... Саша, что ты трогаешь мою маму? А давайте, Буцика, научим ей в тапке зюрить. Давайте займёмся вами и вашим отношением к животному. Вот, Буцефал, справил нужду вам в тапке или погрыз какую-то вещь, так вы возьмите ей и палку киньте. Да-да. Не буду я ему палки кидать. Да-да, палку. Понимаете, с собакой нужно работать, развивать её интеллектуально. А, ну давайте кроссворды ему купим. Чтобы он, как и ты, по два часа там сидел? Да не надо, никакие кроссворды. Поймите, собака это зеркало своего хозяина. Все свои повадки, поведение она перенимает у человека. То есть у вас. Не надо, не надо. Да-да. Я по утрам колокола себе не вылизываю. Да, просто потому что ты не достаёшь. А если бы доставал... Давайте возьмём другой пример. Вот вы, когда забираете еду у Буцефала, он злится. Ой, вы знаете, он злится и гавкает. Я так не делаю. А если у вас пиво забрать во время футбола? Что это я... Вот точно так же, а Сашка ещё и укусить может. Я же говорю, собака абсолютно всё перенимает у хозяина. Поэтому нужно показать ей правильный пример. Вот вы бы хотели, чтобы Буцефал радовался, когда встречает вас с работы? Чтобы он радовался. Не, ну... Ну? Ладно. Ну? Ей нужно показать просто правильный пример. Да чё это я сейчас должен раком тут стать и хвостиком вилять, или что? А почему бы и нет? Саш, ну чё, тебе сложно, что ли? Ну ради меня, ради Буцкого, ну чё, сложно? Ну вот так вот встать, вот так вот и просто... Отлично, Яночка. Отлично. Отлично, шикарно держи сахар. Походу, Яне надо было психологу. Александр, давайте смелее, смелее, пожалуйста. Да ну перестаньте, вы чё? Давайте опускайте, смелее. Да ну мне, ну зачем? Сидеть, лежать. Так, кубырок, кубырок. Так, радуйся, радуйся. Отлично. А теперь сюда, сюда, сюда ко мне. Голос, голос. Отлично. Ярче, ярче радуйся. Отлично, Яночка. Радуйся. Отлично. Да, если бы я знала, что ты так рад меня видеть, зятёк, я бы приезжала к вам почаще. О боже мой. Мам, привет, ты просто не так поняла. Просто мы тут с Сашкой пригласили психолога, чтобы он отточил Буцака гадить в тапки. Да, здрасте. Понятно. Опять нажрался. А я тебе говорила, Яночка, да пьётся он до белой горячки. Мама! Как я рад, что вы к нам приехали. А давайте я вам помогу обувь снять. Давайте, давайте, Мамочка. Давайте, снимайте, снимайте и проходите. Саша. Хорошо, что я скучал-то. Саша, не вздумай. Саша. Не тёрнися в дупы. Саша. А где мы? Всё там же. Включи музыку, что ли, хоть. Это электромобиль. Тут либо музыка, либо кондиционер. Тогда кондиционер погромче выруби, пожалуйста. Зай, ну сделай громче, но. Саша. А? Саша, включи музыку. У нас кассету заживало. Ну, хотя бы радио. Блин, ну ладно. Ладно, давай лучше кассету. Это окей. Ладно, ладно, выключай. Давай просто двигатель послушаем. Ой, а что там навигатор показывает? 20 баллов. Так максимум 10. Ну, видимо, летом в Одессе всё в два раза увеличивается. Ну, не всё, не у всех. Зато штрафы за превышение нам больше не придут. Викость, мы в Одессе. Тут штраф за простой может прийти. Ну, да. Через 100 метров полицейский радар. Не разгоняйтесь. Очень смешно. Я как раз на шестую собирался переключаться. Блин, могли бы уже нежиться в отеле. Да. Кстати, надо в отель позвонить, чтобы они бронь перенесли. На завтра? На следующий год. Хрен мы в этом году туда попадём. Блин, офигеть отдохнули. Хотел поплавать в море с дельфинами, а сейчас стою в пробке с оленями. Да, ну чё ты переживаешь? Ну, у нас же ещё будет целых три дня выходных в Одессе. Ага, а ты на дорогу считала? День из Киева в Одессу, день из Одессы в Киев. Ну, так остаётся один день на море в Одессе. На пробке в Одессе. Честье. Офигеть отдохнули. Где мы? Всё там же. Ты чё пухлый маску надел? Боишься вируса, что ли? Я не вируса боюсь. Да сними, да сними. Боюсь опьянеть от вашего перегара. Зато я здесь всё продезинфицирую. Давай, сними, сними. Да не сниму. Сейчас штраф за маску больше, чем штраф за пьянку за рулём. Алё. Клян, на тот, я у меня тут подвозит на этом, блю-блю, бля-бля. Бла-бла. На бла-блакаре, да, подвозит. Да, да, да. А вы где? А вы где? Чё, уже выйдешься? А как? Я же вот вижу ваш автобус стоит. Пешком ушли? Ну, красавцы, а. Капец. Ну, ладно, всё, давай тогда на связи будем. Давай, пока. Скажите, вы не хотели бы прилечь на задние сиденья? Может быть, пока в пробке проспитесь? Не, мне глаза закрывать нельзя. Прошлый раз глаза закрыл, открываю Киев. А до этого где были? В Затоке отдыхали. И бухло закончилось, понимаешь, и меня ребята послали, видимо, в Киев. То есть бухло закончилось во всей Затоке? Ну да. У нас всегда бухло заканчивается ещё в момент поселения. О, блин. Ну и жара. Сашка, так может ты печку выключишь? Вика, я не могу печку выключить. Если я её выключу, то у меня двигатель перегреется. Это штаврия. Я так и знала, надо было ехать к маме на дачу. Да нет. По сравнению с маминой дачей здесь рай. Да какой рай, это ад. У всех он машины как машины, а у нас ни кондиционера, ни подъёмников, передача на механике. Вика, это базовая комплектация. А человеческая не было? Я тебя тоже брал в базовой комплектации. В смысле? Ни квартиры, ни приданного, ещё и твои родители жлобы не могли мне нормальную машину подарить. Блин, надо было в Египет ехать, ё-моё. Зая, ну ты чего? Чтобы потом 14 дней сидеть дома на самоизоляции? Так это ж дома, а не в пробке. Слушай, ну не будем же мы здесь стоять 14 дней. Ты уверена? Ну я не знаю, не люблю этот Египет. Там эти приставалы, купи то, купи это. А ещё какие-то бусики предлагают вечно. Что? Нет, не надо. Не надо. А я вот это вот думаю, стоять в пробке, да? А вдруг мы пропустим концерт Винника. Чё ты смотришь? Жду, пока Винник выйдет. Даже завидую мужикам. Вдвоём в Одессу едут без баб. О! Сашенька, если мужики едут без баб, то тут два варианта. Или они в Одессе найдут себе баб, или им без баб хорошо. Хорошо без баб? Это плохо. Где мы? Всё там же. Слышь ты, шар для боулинга. Гоняй за пивком, что ли, а? Почему бы вам самому за пивком не сгонять? Ну ты с ума сошёл, мне же на тепло выходить нельзя. Мне сразу развезёт. Ты сейчас вот только окошечко прикроешь, меня вырубит буквально. Саша! А? Смотри! Я же тебе говорила! Я тебе говорила, один из них баба! Капец! Видал, как меня вырубает вообще сразу от тепла? А прикинь, ты дверь откроешь! Это вообще будет просто нереальным вырубом! Слушай, у тебя канистру есть никакой? У меня электромобиль. Крут! Но мне лучше поставить в канистру, конечно, чем на провода. А, вы в туалет хотите? Так потерпите, скоро будет заправка. Когда? Ну вот навигатор показывает, что через год. У мужика спрошу он лучше. Эй, мужик! Шик! Бутылка хотя бы есть? Не слышу! Мужик! Я не по этим делам! У меня вот жена есть! Да она себе такого со мной не позволяет! До свидания! Кошмар какой-то! Как? Как ты поняла, что это извращенцы вообще? Так а кто еще? Из Киева в Одессу на электромобили поехали! Слушай, а с виду нормальные мужики? Твоя Таврия с виду тоже? Машина? Слушай, зато быстрая! Вон, ты видела, как мы этих на джипе на полкорпуса сделали? Пока! Лохи! Слушай! А что это он машет рукой? Это он тебе сейчас махал? Не знаю, зая, наверное, это мой подписчик из Инстаграма. А что? А что это тебе вот эта баба машет? Ну, видела, что мы на быстрой машине? Женщины вообще любят победителей. Девушка, а он не только в машине такой быстрый, он и в постели метеор. Вот последний раз было три секунды, и это со спецрезиной. А что это она там тяпкает? Ничего не слышно. Ну-ка. Что надо? Спросить хотел, сколько эта ляля стоит? Уже нисколько, я его жена! Да это он про машину. Тебе за всю жизнь на такую не заработать. Так что катайся на своей страшненькой. Что это страшненькая? Нормальная машина. А я не про машину. Вот и живи теперь с этим. Саша, ты что, вот так вот все и оставишь? Нет, конечно. Ну так давай, что ты сидишь? Я его запоминаю. Все, запомнил. Я его в Одессе найду и колеса ему попрокалываю. Ясно. Надеюсь, что до Одессы не доедем, да? Нет, конечно, ну, опять, короче. Так, и что, где мы теперь? Недалеко уехали. Слышь, пухлая шмель. Давай, может, по полтинничку? Нет, я за рулем не пью. А я тебе паршивец, эдакий, единицу в приложение поставлю. Блин, ну, 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 давайте. О! Но только немножко. Молодец. Так, в приложении напишу. Молодец. Пьет за рулем. Тогда не буду. Ой. Мужик! Эй, че надо? Сейчас, секунду. Че? Может, по писюрику? Я ж тебе сказал, мужик, я не по этим делам. У меня вон жена. Давай с женой вместе. Да нет, она у меня... Она у меня с деревни. Это... Старомодная. Классику любит. Да ладно, давай жахнем маленькую, а? Да че это она маленькая? Нормальная она. Маленькая. Так, до свидания, мужчина. Капец. Вон о рот пошел, а. Не с кем выпить даже вообще. А, ты про выпить? Ну, конечно. Саша, буду, ну. Саша. А, что? Ты не пьешь, ты за рулем. Вика, мы все равно в пробке стоим. Саша, нет. Вика, ну блин, ну хочешь ты сядь за руль? Так у меня прав нет. Чтоб в пробке стоять, права не нужны. Саша, я боюсь. Ну, выпей 50 грамм для храбрости. Нормально. Пьяные, за рулем, без прав. Ты че, у меня первая запись в талоне такая. Я тебе сказала, нет, и все-то не пьешь. Извини, мужик, я не пью. Алло, Колян. Ну че там, нормально? Что уже пьяны? Что уже баб нашли? Они тоже пьяны? Что голые танцуют на стойке бара? Колян, без меня ничего не делайте. Колян, я к вам уже лечу. Колян. Давай, шманина. Шмани, шманина, шманина. Ух, если я на этот праздник не успею, я тут на ком-то оторвусь прямо. Э-э-э, не надо. Потерпите лучше немного. Там впереди Украфтодор. На них и оторветесь. Все, я больше не могу. Я буду загорать прямо здесь и сейчас. Давай. Ого. Ты че вылупился? Да, Вика, я смотрю на нее осуждающим взглядом. А, ну если так, то ладно. А то я тоже хотела раздеться, позагорать. Но если ты так осуждаешь... Ты раздевайся, там у тебя осуждать нечего. Саша! Э-э, ты шо, пялишься на мою жену? Не-э-э, я че спросить хотел. А сколько эта дура жрет? Да какая вам разница, сколько я ем? Да это он про машину. Ты ж про машину. Ну ладно, давай про машину. Так сколько? Двадцать литров. Это шо, на сотню? Сегодня на час. А у меня семь. В неделю. Вот и живи с этим. Давай, Викусь, помогай. Блин, а этот нищеброд прав. Сейчас бензин закончится, мы тут без кондера быстренько крякнем. Е-мое, придется шланг доставать и отсасывать у этого на тавре. Зая, ты уверен? Он просто такой стрёмный. Так как, а шо, у нас есть выбор. У этого на электрокаре вообще отсасывать нечего. Зая, если нам так уж очень нужен будет этот бензин, то ладно, может все-таки я, я все-таки девушка. Ты шо? Ты не умеешь, это только мужики могут. Подожди, а не проще или просто там денег предложить? Да понятно, что денег дадим. Без денег он вообще не даст. Нет, подожди, я, может быть, конечно, и дура, и чё-то не понимаю этой схемы. Так, может быть, просто денег заплатить, но без процедуры. Так а в чём кайф? Я тебе хочу просто дать денег и всё? Что за тупняк? Не, может, если нормально денег дать, то он всё сам сделает? В смысле? А как он? Ну а как он? Как? Как? Ну как? Да как, как, ротом, ну. Судя по его тачке, он этим часто занимается. Да, в принципе, мы в 90-е все этим занимались. Я помню, я тогда на стоянке работал, я себе на первую машину насосал. Зая, настолько всего общего. Ну да. О, мужик, ты откуда? Из Одессы. Пешком реально быстрее. Слышь, так а что там? Чё стоим-то мы? Там у Крафтодоровцы. И что они там, ремонт делают? Закончили уже. О, так получается, скоро поедем. Да, фиг там. Они как закончили, там два катка друг в друга въехали. Вот рукожопые, а. А потом ещё полиция приехала аварию разнимать. Ой, значит, скоро поедем, да? Да, фиг там. Они как ехали с той стороны, так в каток и приехали. Не, вот эти рукожопые. Это точно. Да, так я понял, мы тут надолго. Слышь, мужик, у тебя шланг хороший? Дашь? Капец. Это пробка извращенцев. Нет, я лучше к маме на дачу. Сашка, так как же машина? Так кому она нужна? В следующем году заберём. Э, мужик, ну хоть слава покажи. Да? Что такое? Любименький, я дома. Хорошо, солнышко, я на кухне. Ага. Заходите. Открыто. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, ты понимаешь, мне вот этого всего не надо. Я счастлива. А теперь в два раза счастливей будешь, да? Да нет, ты пойми, у меня вот это всё уже есть. А теперь будет в два раза больше. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вика, открой банку, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. А ты с коллегой по работе пришла? Ну ладно, у меня там пельмени кипят, будете? Это кто? Это мой повар. Повар? У тебя личный повар? Ничего себе, ты поднялась, Виктос. Нормально. Коллеги, коллеги, вам тарелки праздничные ставить или обычные? Повар, ты меня уже достал. Конечно, праздничные. Мы с Виктосом 15 лет не виделись. Сейчас праздновать будем. Вика, а можно тебя на секунду? Пойдём по специям поговорим. А, давай. Вика, это... А ты кто такой? Это мой муж бывший. Сейчас я с ним разберусь. Молодой человек. Из тюрьмы вернулся. Чего? А вы пельмени с майонезом можете? Или со сметаной? Мне пухер. Ага. Стоять! Со сметаной давай. Давно я её не хавал. Хорошо. Разберусь, разберусь. Что он мне вышло? На самом деле, это не повар. А кто? Родной и близкий мне человек. Ах, ну кто может быть ближе повара? Ну понятно! Что ж ты молчала? Что ж ты не сказала? Что у меня сын? Сынок! Всё ж сходится. Пять лет я в бегах, потом пять лет на зоне. У меня сын! Ну если это не мой сын, я вам бошки обоим поотрываю. Папка! Ух ты какой щуплый! Не моя порода. Я ещё вырасту. Конечно, вырастешь! Давай знакомиться. Папа Ваня. Евгений Михайлович. Ах, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Иванович, Иванович, просто переволновался. Да, конечно, Иванович, эх! Иванович, это ж сколько я тебе любви своей отцовской не додал. Всё верну! Будем на охоту с тобой ездить, на рыбалку, по бабам ходить вместе. Воня! Бабы у тебя уже были? Одна. А, ты слыхала? Одна! А теперь у тебя будет каждый четверг бабское сафари. Пусти, ему не нравится. Не, про сафари, кстати, нормально было. Женя, скажи ему правду. Какой правду? Сынок, скажи папе правду. Пока меня не было, приходили к ней другие мужики? Только женщины и дети. Хорошо, знаешь, как я ее люблю. Ревную, каждому столбу всегда так было. Еще до отсидки помню. Прихожу к ней, а под подъездом хмырь какой-то трется. На тебя похож. А в руках у него 21 роза. Знаешь, что я с ним сделал? Я его вместо ваза использовал. Женечка, что делать будем? Для начала розочки в вазу поставлю. Ай, Виктос, что ж ты не сказала? Я знала раньше. Да если бы я знал, я бы эту решетку быстрее пилел. Поэтому и не сказала. Ты ждала? Говори, ждала или нет. Ты что-то хотел? Ну иди, иди, гуляй. Нам тут с мамкой твоей надо... А, что, поиграть? Ну давай. Тыгадым, 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 тыгадым. Тыгадым. Ну все. Поиграли, иди в свою комнату. Нам с мамой надо прилечь. Женя, быстро ему скажи правду, иначе я это сама сделаю. Я просто... На самом деле это... Папка, идем, иди, я тебе свою комнату покажу. Да, давай. Это не сын. А кто? Дочь. Я не понял, он что, из заднеприводных, что ли? Да пойми ты, он спит со мной. Да ладно! Ты чего? Такой взрослый мальчик, еще до сих пор с мамкой спишь. Ну ничего, ты еще скажи, что ты под себя ходишь, а? Вот сейчас первый раз. Все, все, батя приехал, будешь теперь с батей спать. Я тебя быстро садца отучу. Да пойми ты, наконец, это мой новый муж! Муж? Ну как муж? Приготовить, убрать, постирать. Значит, муж. Ну, муж, значит, муж, ну... Ну-ка пойдем, муж. Как муж с мужем поговорим, отойди! Пошли! Живи, ну, давай! Что ты сказал? А он говорит, я не пойду на улицу! Я тебе прям тут в морду дам! Да! Не-не-не-не-не-не-не! Не только в морду, еще кулаком в живот! Да ну! По полу, говорит, я размажу, в сердце вырву, и сожру! ты шо разорался мама только прилегла клаудия андреевна смотри ширный вернулся ты чё надо чмо лысая я по решить вас пришел познакомиться с евгением ивановича михалыча михалыча знакомься и вали давно с ней живешь с кем из них стиранозавром вы тоже так называете все зоны и так называют пять лет пять лет ю-моё я полгода выдержал и в бега извини мужик вы все меня извините я не вовремя пойду больше не потревожу а и виктос муж твой новый настоящий мужик пять лет строгача слышали мужик слышь мужик дуй на кухню у тебя там пельмени выкипают и тарелки праздничные паста коньяка вчера мужик еще нашел здравствуйте доктор здравствуйте он давида марковича давид маркович у нас кто такие а я понимаю да поздравляю вас поздравляю я навел о вас справки до сказали что вы такие неплохой доктор который разбирается вот в этих округлостях еще ни один уважающий себя одессит не выбрался на свободу без вашего участия еще у вас такие золотые руки в которые дети сами выскакивают спасибо конечно но что вы собственно хотели я бы хотел представлять интересы этого молодого человека при его появлении на свет что обсудить цену выхода что вы от нас хотите я подождите даже вы хотите рожать я меня это не надо спасибо я имею ввиду ваша жена возможно но если шо целичка потерпит донди и ладно ладно вы хотите в этом участвовать в таком случае я мою часть работы уже сделала давайте вы сделаете вашу и по рукам слушайте я что-то вообще перестал что понимать что происходит давайте мы вот любезности отбросим и вообще вы собираетесь у нас рожать возможно так ну вот смотрите значит обычные роды у нас стоят это дорого подождите еще не назвал цен я уже вижу по вашим этим глазкам что это дорого послушайте у нас стандартная цена у меня внестандартный ребенок скажите у вас есть какие-то скидки акции как какие акции ну например рожаешь одного второго в подарок или два по цене одного возможно у вас есть акция счастливые часы с трех до шести я могу подгадать нет у нас таких акций ну хорошо а есть вот проведи друга и получи 20 процентов скидки а у вас что есть беременный друг нет но мы с телечкой можем развестись и остаться друзьями послушайте нет нет и еще раз цене нет все ладно бартер как вы себе это представляете вы нам сдаете ребенка а мы вам сдаем в домику моря и до сколько вы не сдадите вот это уже разговор смотрите я предлагаю все по-честному телочка будет у вас рожать ну максимум три часа поэтому пять минус три бог с ним домик у моря на час не спасибо мне не нужен домик у моря на час все вы не знаете от чего вы отказываетесь к телечка вы еще не выкинули эту тюльку от прошлых постояльцев конечно нет завтрак включен знаете что давайте мы вот этот разговор закончим так сказать обрубим его и все вот как не было кстати насчет этого мы можем рассчитывать хотя бы на бесплатное обрезание мы бесплатно обрезаем только пуповину вам сложно два раза чикнуть доктор вот такой симпатичный такой интеллигентный такой интересный мужчина слушайте вы думаете я не понимаю что вы это все говорите только ради того чтобы получить скидку боже мой вы еще такой умный и проницательный так послушать у меня нет времени у меня там родильном отделении ждет женщина должна рожать понимаете о а давайте с этой женщины родим в складчину значит так смотрите женщина будет рожать отдельно вы один смысле вы отдельно все 1 ладно называйте эту вашу баснословную сумму отлично значит так слушайте обычные роды у нас стоят а от 1000 долларов доктор вы видите рода еще не начались какие они уже тяжелые послушайте это цена только за роды еще надо будет доплатить за медикаменты и палату все алло полиция меня грабят я в роддоме говорите ваш адрес слушайте я же видел что вы даже кнопку не нажали и вообще если хотите бесплатные роды рожайте по скорой это первое что я ей предложил доди хватит третьего ребенка я хочу родить нормально в роддоме не в скорой не синагоге вот мне эти женские капризы ладно говорите по какому курсу вы считаете по обычному курс потому который сейчас это не честно мы его зачинали 9 месяцев назад а тогда курс был совершенно другой ну правда вы видели как они взвинтили доллар такое ощущение что они знали что нам нужно рожать послушайте вот мне кажется вам нужно вот туда отойти куда-нибудь да и подумать вы хотите у нас рожать или нет и все все доктор я уже придумал сейчас ты дочка сейчас доктор что у меня уже есть пару этих ребенков скажите можно одного вернуть что значит вернуть он мне не очень а это весь в маму ее ноги пошел ну такой наглый мальчик фу я чуть не понимаю вы хотите старого ребенка поменять на нового нельзя нет но давайте на гараж кстати доктора если я буду присутствовать народах это выйдет дешевле я могу ассистировать вы знаете если вы будете присутствовать народах и ребенок так выглянет и посмотрит и поймет какой у него отец жоп он вообще вылазить не захочет ну скажите мы хоть как-то можем уменьшить эту сумму вот интересно как но мы можем сэкономить на прививках они у нас бесплатные таком случае мы увеличиваем дозу а чего вы делаете прививки стандартные коклюш дифтерия столбняк это болезни я думал это красивые молдавские имена вы понимаете что я сейчас от вас рожу вот а вы сами себя деньги тоже будете брать доктор поймите у меня нет гарантии какие гарантии на случай тяжелых родов на случай если ребенок вдруг мне не понравится я смогу его вернуть в течение двух недель нет вот значит чеки вы не выдаете послушайте в одессе много роддомов не нравится наши дети рожать в другой а нам нравится мне не нравится как вы заговорили то есть вы не хотите чтобы на ваш роддом была прибита табличка здесь родился величайший из великих изят долидович рубинштейн у вас чего вы взяли что у вас родится гений не знаю табличку я уже сделал а переделывать очень дорого я понял значит так смотрите вот я вам пишу вот это вот цена за все и правда говорят жадность фраера сгубила в чем один раз сэкономил на контрацептивах и теперь столько расходов додик третий раз не напоминайте о а давайте вы примите роды по скайпу хорошо это очень удобно вот я недавно праздновал день рождения и позвал гостей вроде бы и гости у нас а а кушают сами у себя додик а давай ты и деток будешь ждать по скайпу послушайте мы ведь умные люди правильно мы да вот мне кажется что если денег нет то их можно что одолжить правильно вот одолжите мне тысячи я имел ввиду чтобы одолжить у ваших друзей понимать ну тоже вариант хорошо я позвоню сейчас другу яшу у него этих денег ой берите уже идут катки а почему я но вам же нужны деньги вы одолжите зачем вам последний отключить телефон вы знаете мне кажется мадам с вами будет проще договориться давайте с вами обсудим ваши роды давайте а шо их обсуждать давайте я уже рожу и побегу доделывать домашние дела не спешите давайте хотя бы узи ваши посмотрим мы не делали узи во первых это дорого во вторых мы уверены что у нас будет мальчик а если девочка это его проблемы ой что мне кажется что у меня начали отходить воды кстати доктор заводу мы можем получить компенсацию нет она горячая экологически чисто нет я вам говорю шо 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 мне кажется что он просится наружу если ты очень в темпе не решишь этот вопрос я позвоню твоей маме чтобы она родила тебя обратно если моя мама узнает что я за какого-то маленького сморщенного ребенка отдал тысячу долларов она сама от меня откажется доктор делать еще то давайте 500 нет не выйдет 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 чтобы она родилась здесь кабинете меня это устраивает а проблемы будут у вас смотрите женщина рожает а врач стоит ничего не делать ай-яй-яй хрен с вами 500 сколько вы говорите 300 хрен с ним 300 а вот ваша сотка и по рукам это 100 гривен я это имел в виду отлично видеозапись нашего договора у меня есть мы к вам придем рожать ровно через 9 месяцев а это вам для поднятия настроения до кстати шарик не бесплатный он 100 гривен стоит ну что целички за роды мы уже договорились осталось прийти в детский садик в школу и в институт идем спасибо добрый вечер дамы и господа я рад вас приветствовать на открытом чемпионате по пощечинам стальные лица ваш аплодисменты пошумеем нам осталось забрать еще одного участника и мы сразу же начнем наш турнир поэтому если желающие подходим и регистрируемся а куда мы идем а мы уже пришли а что это вот чемпионат по пощечинам стальные лица жень я когда говорила что мы никуда не ходим я имела ввиду кино рика а мы с тобой купим огромную плазму и будем смотреть кино у себя дома а за какие денежки мы купим плазму а главный приз этого чемпионата с 50 тысяч гривен и что как-то а у тебя рука-то на к набитая помнишь как я это разлил шампунь твой и пол им помыл как ты мне с правой зарядила три месяца челюсть болела я сейчас правильно понимаю ты хочешь чтобы я поучаствовала в чемпионате по пощечинам и выиграла нам деньги на плазму а правда я смекалисты женщка ты не смекалисты ты походу бессмертный и как и как подожди 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 руку нужно беречь она тебе пригоди отстанет меня понял века я стараюсь для нас чтобы в нашем семейном гнездышке был уют все тебе не нравится я холодильник купил не нравится стиралку тоже не то женщина ты купил это на мой паспорт в кредит и я его выплачиваю это твои проблемы что ты работаешь а я нет я думаю наших отношениях все предельно просто ты добытчица я хранитель семейного очага поддувала закрой хранитель а то дрова выпадают что добрый день я так понимаю вы хотите зарегистрироваться да да окей таки стирите пожалуйста виктория вы вообще извините у нас мужской чемпионат по пощечинам мужской я думал это армрестлинг там бокс это мужской а пощечины это женская нет у нас исключительно для мужчин ой ну ну тогда мы пойдем нет женщина ты будешь участвовать пишите евгений сиронько вам подходит фамилия что ты стараешься чтобы в нашем гнездышке был уют вот старайся дятел дятлы же живут в дуплах а ты дупло закрой и старайся так может придумайте себе какое-то прозвище такой знаете ну для большего устрашения противника а какие уже есть ну здесь такие легенькие в этот раз убийца киборг зверь некоторые используют название пород собак там не знаю кровожадный питбуль агрессивный бульдог мне кажется я придумала смекалистый пудель какой пудель века какой какой что ты вообще переживаешь может какой-то там дрыщ выйдет так записал так можете ожидать сторонке да сейчас программа в планшете составит пары и вы узнаете когда вы будете выступать не бойся женька все будет хорошо все будет хорошо я не буду участвовать в нет будешь я же говорю ты ну что ж дамы и господа регистрация нашего турнира завершена и мы готовы начинать и по зребию первым я приглашаю ух ты так сразу получилось интересно нашего дебютанта встречайте евгений смекалистый пудель серунько и против смекалистого пудель его выйдет сражаться чемпион нашего турнира 20 боев 23 нокаута не извините как это 20 боев 23 нокаута в прошлый раз так мужика приложился тот зрители улетела еще троих завалил это встречайте василий бетонный кулак виросю женька это хорошо что мы твой костюм химчистку сдали он нам скоро может понадобиться вика ну что ты говоришь такое шучу шучу в этом тоже можно вика пошли домой какой домой я хочу свои 50 тысяч то ты посмотри на него похороны дороже обойдутся жаль мы тебя не застраховали так участники я прошу пожмите друг другу руки ну а теперь можете сказать друг другу несколько слов перед началом поединка прошу я хочу чтоб перемег на сильнейший топ то я отлично смекалистые пудель хотите что сказать в ответ прошу хорошо итак по жребию первым бьет участник справа от меня евгений смекалистый пудель сырунко у тебя есть шанс вырубить его первым давай скажите а рельсы можно бить нет у меня нет шансов так прошу смекалистый пудель наносите вашу пощечину а может договоримся я и 50 на 50 выигрыш а ты шо не 70 на 30 я сказал не 90 на 10 то я хочу выра ты честно давай я вам все отдам еще 50 тысяч заплачу ну добрый год века у тебя есть 50 тысяч ебалдел давай бей смекалистый пудель ваш удар смекалистый пудель ваш удар я кажется руку сломал ай бетонный кулак с вами все в порядке да три шкило скотного соревнов в районе в ухо ливо очухалось хорошо отлично тогда теперь ответный удар от бойца слева прошу у нас замена вы же не будете бить женщину не будь бабой давай спасибо за идею я вот уже женщина так внимание бетонный кулак ваш удар не счастлив я вижу у вас крестик ну и шоства вы крещеный зачем вам брать грех на душу да ты не бишь я сфина після всего завжди сповидаюсь итак бетонный кулак ваш удар та шо це таки наше атерь наше атерь наше атерь для бойца справа так хорошо Я выиграл, выиграл. Женечка, он еще даже не ударил. Так, еще на шатыря, может? Да, да. Э, куда, 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 куда? Для храбрости. Хорошо. Итак, внимание, бетонный кулак, ваш удар. Женя, очнись, ну! Вика, тебе привет от бабы Нюры. Какая баба Нюра? Она умерла 10 лет назад. А мы с ней только что чай пили. Такая хорошая. Так, смекалистый пудель на месте. Бетонный кулак, ваш удар. Прошу. Так, внимание, смекалистый пудель. Я прошу умерить вашу смекалку, потому что иначе вас ждет дисквалификация. Дисквалификация? Да. Дисквалификация! 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 Не позорься! Так, вернитесь на место. Бетонный кулак, ваш удар. Что случилось с рукой? Та я, походу, коли я останний раз замахался, трамовал правую руку. То есть вы не будете наносить удар? Ни, як не буду. Я ж можу и левую. Вона у мене посильнейше буде. Так, да, внимание. Свой удар наносит бетонный кулак. Бетонный кулак. Вы сейчас чихнули. А в наши времена это стрёмно. И по правилам наших карантинных боёв, я вынужден вас дисквалифицировать. То есть... Женька, Женька, вставай, ты выиграл! Любименький, вставай! Ты победил! Женька! Ты победил! Я? Да. Понял, дрижь. Таким образом, техническую победу в этом поединке получает Евгений Смекалистый Пудель Сирунько! 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 И вместе с победой вы получаете супер-приз! Ага! Путёпку в одну шестьдесят четвёртую финала нашего турнира! Так, а как это шестьдесят четвёртая? Это что, мне ещё с кем-то драться надо? Не надо, не надо, пожалуйста! Не переживай, Женька, всего лишь семь боёв осталось! А-а-а! Так! Соберись, Пудель! И победу в этом поединке получает Виктория, рыжая лиса, Сирунько! Да! О-о-о! Оба-на, оба-на! Я шо, тут не одна? О, этот карантин всех жёстко на обочину жизни скинул! Раньше что было? Доминиканы, Сейшелы, Мальдивы, а теперь? Одесса, Коблева и не только, ещё Затока! А я такое слышала, что если карантин продолжат, то вообще будет капец! Железный порт, Южный, Очаков! Ой, не дай бог, тву-тву-тву-тву, я соча ковородом! Капец! Денег заработали вагон, а тратить негде! А вас чем занимаются? Мой, короче, маски за кордон продавал! Вагонами! Вот вагон денег заработал! Знакомая схема! У нас всё тоже тву-тву-тву! Скажите, а ваша что продаёт? Государственные должности! У него в этом году бум-продажа, ага! Слушайте, это получается, что мы с вами как-то заочно знакомы! Мой муж своему водителю в Кабмине должность купил! Задорого! Давайте знакомиться! Кися! Буся! Где вы остановились? В Хилтоне, конечно! А что, в Одессе есть Хилтон? Нет, мы в Киеве, в Хилтоне живём! А в Одессе каждое утро летаем! Просто в Одессе такие цены на жильё капец! Ой, да, сейчас в Одессе капец, какая дорогая капец! Просто капец! Да, мой муж сказал, что когда мы на Мальдивах жили два года, намного было дешевле жить, чем в Одессе целую неделю! Ой, да! Добрый день, прекрасно выглядите! Ой, а можно как вчера повторить? Чао, Белла! Ли твои лабора сонокоми и куло ди ун бабуинь! А чё он только что сказал? Я не знаю! Но чувствую себя как в Италии! Успокаивает меня! А вы были на Ибицу? Ну, конечно, были! Но потом подумали, что дешевле было бы нанять чартер и полететь на реальную Ибицу, чем в этот клуб сходить! А я вот ночным клубом своей жизнью обязана! Мы с моим познакомились в клубе! Предложение он мне тоже делал в клубе! И ребёнка мы тоже зачали в клубе! И это всё не выходя из туалета! Ага! И чё, Рожала тоже в клубе? Конечно, нет! Я что, лохушка? Он мне снял палату в роддоме! В смысле, весь роддом снял? Улицу роддома мне снял? Ага! И сказал кальянщика, повара и диджея, чтобы всё было дорого-богато! А мой решил меня не напрягать! Да! И сказал, что лучше суррогатное материнство! И как? Ну, короче, он её повёз до Мальдивы! Там ей сделал ребёнка, она забеременела, родила и там его воспитывает! А ты вообще ребёнка-то видела? Конечно! Я же мать! Мне фото присылают! Я вам скажу так, удобно рекомендую! Ой, мы тоже второго вот так же хотели! Ну, что-то пока не получается! Мой уже пробовал и с двумя, и с тремя одновременно, но ни в какую! Ну, чтоб наверняка! А вот! Сегодня будет пробовать с мулаткой! Я вот пальчики держу! Ой, ну дай бог, дай бог! Здравствуй, дорогая! Ты не подскажешь, где можно Бентли припарковать? Что-то уставилось ей! Бабушка тоже теперь богатая! Нам пенсию на 70 гривен подняли! Не знаю, куда эти деньжища девать! Вот, думаю, может, Кирилловку купить! Ладно, пойду в бассейн с шампанским плюхнусь! Хи-хи-хи! О! 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 Че с тобой? А ты вот это вот сейчас видела? Че? Ну, бабку, которая не могла припарковать Бентли! Слушай, пусть ты, наверное, шляпку-то надень! А то, видимо, солнышком немножко припекло! Ага! Слушайте, а у вас животные есть? Нет, а что? Ой, мне знакомые говорили, что во время карантина выгодно заниматься животными! Типа свиньи, коровы, кролики? Нет, что-то собаки! А, а какой породы? Ой, ну вообще не важно! Прикинь, там эти... Блин, как их... Все время забываю! Ну, намекни хотя бы! Ну, вот эти вот, которые сами себе еду готовят и убирают! Люди, что ли? Точно люди! Так вот, а им же можно только собакой гулять в парке! Боже, какой кошмар! Прикинь, нет собаки, сиди дома, а у них дома даже парка нет! Да и что? Ужас-то галакой! Ну, я надеюсь, что скоро изобретут вот эту вот вакцину, и этот кошмар закончится! Ага! А я не буду вакцину делать! Я уколов боюсь! А по тебе не скажешь! Девчули, приветики! Я не помешаю! Ой, нет, местов много! Этих, как их все время забываю! Людей? Людей нет! Ну что, давайте знакомиться? Давайте! Кися! Буся! Муся! Скажите, пожалуйста, а вы вот тоже за границу не полетели, да? Полетела! Я сейчас за границей! Ой, это чё? Вы, получается, к нам прилетели откуда? Италия, Германия, Испания! Беларусь! Вау, круть! Вы сейчас в тренде! Только вас сейчас по телеку и показывают! Ага! Да, да! Ну, а летели хотя бы через Европу? Да! Круть, круть, круть! Через Молдову! Жесть, жесть, жесть! Скажите, а что, получается, Беларусь не в красной зоне? А-а-а! У нас вообще вируса нет! Прикиньте, с ними трактора борются! И чё, получается, во время карантина что, никого не закрыли на самоизоляцию? Нет, закрыли там пару человек! Надолго? Лет на десять! Но там, походу, не из-за вируса! Добрый день! Чего-нибудь желаете? Вино будете? Да! Каберне, Савиньон, Шато Марго, Шато Дейкен, Шато Шевальбан? Ой, такой широкий выбор! Мы в Беларуси к такому не привыкли! Каберне, Савиньон! Вино будете? Да! Красное, белое? Нет-нет, просто вино! Ой, я такое слышала, короче! Что эти, как их вот эти вот? Люди? Люди, да! Вот они весь карантин питались одной гречкой! Боже, я их так понимаю! Я тоже весь карантин питалась столько икрой! Вот тут она у меня уже... Ой, а у нас, знаете, такое изобилие, такое изобилие! У нас картошка молоденькая, картошка фри, пирожная картошка, картошка аль денте! Ого, ничего себе! А что это такое, аль денте? Ну как? Выкопал их румкой! А, скажите, пожалуйста, а вот ваш на чем поднялся? Ой, мне ничего не говорит, но друзья сказали, что он фокусник! Ого, что, в цирке работает? В цике! Ой, видимо, тогда серьезный человек! Слушайте, скажите, а у вас в Беларуси в списке Форбс, он на каком месте? Ой, не поверите, куча, куча бабок отдали, чтобы нас во вторую сотню опустили! У нас в Беларуси лучше не высовываться! Скажите, Муся из Беларуси, а вы вот в Одессе надолго? Пока не знаю, зависит от каких-то там качелей! В смысле? Ну, Мэй говорит, Муся, посиди пока в Одессе, пока эти качели не закончатся! Ну, откуда я знаю, может там какой лунопарк строят? Ой, да они у нас капец какие! Работает, работает, ужас! О! Крусь, крусь, крусь! Мой купил какой-то специальный паспорт, что за границей теперь можно всегда! Я лечу на Сейшелы, а вам пока, люди! Мы всех круто на Бали! Ой, походу мы летим на Бали! А ты что, остаешься? Да! Мне очень нравится в Одессе! Чё, серьёзно? Да, я считаю, что Одесса – это прекрасный курорт! Ну, как хочешь! Кися, меня выпустили СИЗО, можем лететь, отдыхать за границу! Девочки, я тоже лечу за границу! Я не эти! Я не люди! Я нормальный ВИП-человек! Я нормальный ВИП-человек! КОНО thatп!